Смоленская АЭС Смоленская АЭС В работе атомной станции концерна «Росэнергоатом» В работе 31 блок, в ремонте 6 энергоблоков, фактическая мощность 24306 мегаватт на утро, на 6 утра, выработка 101,48% к плану ФАС О техническом состоянии Смоленской АЭС сообщил главный инженер предприятия В работе 1-й и 2-й энергоблоки нагрузка суммарная 2110 мегаватт, существенных замечаний нет по работающим блокам Третий блок, продолжается текущий ремонт, 29-е сутки ремонта, в целом работа в графике Выработка электроэнергии Смоленской АЭС за 3 дня февраля составила более 100 миллионов киловатт-часов электроэнергии Что превышает плановое задание на 5 миллионов киловатт-часов Всего с начала года выработано более 1,7 миллиарда киловатт-часов Сверх плана – 18 миллионов киловатт-часов Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся И соответствует естественным природным значениям Смоленскую АЭС с рабочим визитом посетили генеральные инспекторы Росатома Сергей Адамчик И концерна Росэнергоатом Николай Сорокин Главная цель визита генеральных инспекторов – обсудить вопросы безопасности и охраны труда на Смоленской АЭС Проверить, как выполняются рекомендации прошлых проверок И какие мероприятия планируются по дальнейшему совершенствованию этой работы Прекрасное состояние самой станции Можно сказать, идеальный порядок везде Вот это я должен отметить Ну и так как я со станции постоянно в контакте нахожусь То я отмечаю целенаправленную работу станции И руководства высшего, и руководства линейного На повышение уровня эксплуатации В рамках инспекционного посещения генеральные инспекторы провели обход Смоленской АЭС Осмотрели оборудование, побеседовали с работниками Приняли участие в производственных совещаниях Провели совещания по вопросам повышения безопасности и охраны труда В рамках своего доклада Сергей Адамчик отметил, что в 2019 году на объектах Использования атомной энергии госкорпорации Отсутствовали негативные события, значимые с точки зрения безопасности Руководством Смоленской АЭС была предоставлена подробная информация О состоянии безопасности на предприятии Мероприятиях по повышению эксплуатационной надежности Модернизации оборудования пожарной безопасности Противоаварийной готовности Организации работы с персоналом в области культуры безопасности И человеческого фактора Охраны труда и профилактики производственного травматизма Инспекционной деятельности на предприятии Подобные инспекционные посещения генеральные инспекторы проводят ежегодно На трех из десяти станций концерна 30 января – знаковое событие в истории Смоленской АЭС В этот день, 30 лет назад, государственная приемочная комиссия Назначенная приказом Минатомэнерго СССР Подписала акт о вводе в эксплуатацию еще одной генерирующей мощности На Смоленщине энергоблока номер 3 Это была большая победа многотысячного коллектива строителей, монтажников, наладчиков, эксплуатационников На возведение и ввод в эксплуатацию блока у них ушло около шести лет Строительство началось 1 мая 1984 года За 30 лет энергоблок номер 3 выдал в энергетическую сеть страны Более 209 миллиардов киловатт-часов электроэнергии Этого хватило бы для электроснабжения всей России в течение двух с половиной месяцев В Десногорске состоялся юбилейный 10-й зимний открытый турнир по игре «Что, где, когда» Интеллектуальный поединок был организован клубом 3000-х при поддержке администрации и профсоюзного комитета Смоленской АЭС Турнир был посвящен 75-летию атомной промышленности и 75-летию Великой Победы Первый зимний турнир вообще состоялся в 2009 году в декабре месяце Но со временем был перенесен на последнюю пятницу января Турнир из локального, скажем так, рабочего превратился в знаковое событие нашего города За 10 лет в целом интеллектуального движения в нашем городе проведено порядка 50 турниров Отыграно более 3000 вопросов В 2010 году сборная Смоленская АЭС является многократным победителем и призером дивизиональных и отраслевых турниров по интеллектуальным играм И за 10 лет, самое, наверное, главное, количество команд в городе Десногорске выросло с 9 до 40 В игре 31 января приняли участие 26 команд, более 150 игроков Работники и ветераны Смоленской АЭС, представители организации Десногорска, а также педагоги и учащиеся образовательных учреждений Турнир проходил по правилам спортивной игры «Что, где, когда» 4 тура по 12 вопросов, минуты на обсуждение, 10 секунд на передачу ответа членам жюри Команды играли в разных лигах в зависимости от результатов предыдущего сезона С отрывом в 1 очко первое место в высшей лиге заняла сборная команда Смоленской АЭС 3000 Капитан команды Владимир Журавлев Вторую ступень педестала заняла сборная за 40 работники САЭС жители Рославля Под руководством бессменного капитана Виктора Бунцева Третье место у команды отдела ядерной безопасности и надежности Капитан Анатолий Карпинский В первой лиге первое место заняла сборная Десногорска Магрипа Харипулаевна Капитан Олег Аникин Второе команда Смоленск Атом Техэнерго 42 капитан Вячеслав Ефремов Третье место у команды ветеранов Смоленской АЭС Капитан Борис Иванов Среди второй лиги заслуженную победу заняла команда УПС Команда УПТК капитан Евгений Червяков Второе место у сборной команды Десногорска Тюбик Капитан Ульяна Крючкова Третье место заняла сборная школы номер 4 города Десногорска Неон Капитан Антон Цыганков Победители и призеры получили кубки, медали и книги от администрации и профсоюзного комитета Смоленской АЭС Все команды получили дипломы участников интеллектуального турнира Театру песни «Шанс» исполнилось 25 лет 1 февраля в честь юбилея во Дворце молодежи состоялся праздничный концерт В зрительном зале собрались друзья, коллеги и поклонники талантливого коллектива Уже 25 лет театр эстрадной песни «Шанс» дает талантливым людям возможность выступать на сцене и дарить зрителям настоящий праздник Главным подарком для творческого коллектива в их день рождения стал полный зал гостей Я с удовольствием передаю вам поздравительный адрес от главы муниципального образования города Десногорска, Марковская область Андрея Николаевича Супина Там приятные слова, но слова хочу передать от него и от себя, от души Следующие 25 лет и 50 лет и так далее Чтобы только успех и удача А с нашей стороны мы бы только благодарны за то, что вы нам дарите Вот такие чудные мгновения, когда мы приходим сюда, чудные вечера В концертной программе принимали участие все воспитанники коллектива театра эстрадной песни «Шанс» В том числе на сцену вышли и выпускницы прошлых лет В течение всего вечера в зале царила дружеская и праздничная атмосфера Поздравления звучали не только от гостей и поклонников, но и от коллег по сцене Хореографических коллективов ППО САЭС Ансамбли «Кураж», «Радука», «Веселинка», а также коллектив песни и пляски «Десногорские зори» Выступили на сцене с танцевальными номерами За все годы плодотворной работы коллектив театра песни «Шанс» прошёл огромный творческий путь За их плечами много побед на различных конкурсах и фестивалях Вокальные занятия помогают молодому поколению раскрыть свой творческий потенциал И, возможно, в будущем посвятить свою жизнь музыкальному искусству Не забывают про своё любимое дело и артисты из старшей группы Несмотря на свою большую занятость Конечно, у них у всех есть семьи Им приходится выкраивать время, чтобы к нам прийти заниматься Молодцы они, спасибо им огромное, что они находят это время И приходят, и занимаются, и радуют зрителя Ну а какой день рождения без сюрпризов и торта В завершении мероприятия каждому артисту коллектива «Шанс» Вручили подарки от Комитета профсоюзной организации Смоленской атомной электростанции Я желаю счастья нам Я желаю счастья вам Я желаю счастья всем Я желаю творчества всем Я желаю долгих лет и процветания коллективу Мы тоже всего-всего желаем, и мы уже счастливы 8 февраля в 15.45 в ФОК Десна Торжественное открытие чемпионата школьной баскетбольной лиги «Кэсбаскет» Смоленской области Начало игр в 12.30 9 февраля с 12.00 финальные игры 18.00 закрытие и награждение На этом наш выпуск завершен Вы смотрели новости Смоленской АЭС С важными событиями и жизни станции Вы можете ознакомиться в разделе САЭС На сайте rosenergatom.ru А также в официальной группе Смоленской АЭС В социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм А я с вами прощаюсь Увидимся через неделю Хороших вам новостей До свидания Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА